Добрый день еще раз. Я уже в качестве не переводчика, в качестве себя. Я объясню, почему здесь написано «Амстердам». Я последние пять лет проработала в Амстердаме в клинике профессора кредита, поэтому такая географическая транспозиция получилась. Если, уважаемый президент, позволит, я начну. Почему, собственно, возникла идея о проведении таких научных исследований? Известно всем, что раннее преимущество перитониального диализа, первые 3-4 года лечения преимущества по выживаемости больных по сравнению с гемодиализом, через несколько лет превращается в… ситуация меняется, и выживаемость больных на гемодиализе становится лучше. Также тоже известно, что длительное лечение перитониальным диализом может быть усложнено наличием процессов перитониальной мембраны, таких как перитониальный фиброз и неоангиогенез. Известно, что многие факторы роста являются причиной тому, такие как трансформирующий фактор роста бета и остальные, тоже известные вам по литературе. Ангиотензин-2, в свою очередь, является также фактором роста в развитии тканевого фиброза. Что было сделано раньше? Помимо исследований инвитро, в экспериментальных моделях на животных было показано, что интерперитониальное введение НЛАприла уменьшало плотность перитониальной мембраны, плотность брюшины, и функциональных показателей это выражалось в улучшении ультрафильтрации и более низкие соотношения креатинина между плазмой и диализатом. Это было сделано в начале 2000-х годов, видите, с носки. В нашей группе было ранее сделано исследование, орально даваемый лизинаприл, через рот даваемым крысам. Результатами было тоже уменьшение возникновения перитониального фиброза и меньше возникновения новых сосудов в перитониальной мембране. Вот кратко характеристики этих крых. Это было 4 группы крыс. Левая колонка – это крысы, которые получали лизинаприл, то есть верхняя – это крысы, которые получали перитониальный раствор в течение 16 недель и в течение 20 недель. Справа, и плюс они получали орально, получали лизинаприл. Справа – это перитониум крыс, которые получали только инфузию перитониальным раствором с наибольшей концентрацией глюкозы. Тоже 16, соответственно, 16 недель и 20 недель. Вы видите, разница между ними существенная в первую очередь в плане возникновения количества сосудов в брюшине со временем. Что касается препаратов, то есть всем известные ингибиторы ЭПФ и блокаторы ангиотензина-2 уже на рынке более 20 лет, очень много применяются, и в первую очередь, так как они и начали применяться, они используются для лечения гипертензии и сердечной недостаточности. На сегодняшний день есть доказательства, что они улучшают выживаемость больных, и также есть доказательства, что они презервируют остаточную почечную функцию у больных на придиализном этапе. Дальше следуют вопросы. Так может, таким же образом эти препараты могут оттянуть развитие фиброза или уменьшить развитие фиброза у больных, которые длительно лечатся перитониальным диализом. Может быть, эти же препараты точно так же будут сохранять резидуальную почечную функцию у больных на перитониальном диализе, потому что таких данных на сегодняшний день просто нет. Это неизвестно, так ли это работает. И, может быть, эти препараты точно так же смогут улучшить выживаемость больных на перитониальном диализе и выживаемость методики перитониального диализа. Вот эти все вопросы, собственно, и вошли в мой тезис. Почему я беру на себя смелость разговаривать об этом вопросе. Первое исследование, которое было проведено, так называемое пилотное исследование, было сделано на базе центра, АМС, нашего центра. И что мы сделали? Мы отобрали всех больных, которые пролечились перитониальным диализом в нашем центре минимум 2 года. И разрыв между терапией, то есть, грубо говоря, если больного нужно было переводить на гемодиализ, то такой разрыв был не более 3 месяцев. Если такой разрыв был более, больного мы в исследовании не включали. То есть минимум 2 месяца лечения перитониальным диализом, и у больного должно быть в наличии минимум 2 СПА-теста. Что такое СПА-тест? Это сильно развернутый, всем ему известный ПЭТ-тест, который в нашей клинике делается с маркерами объема, с декстраном в частности, и дает очень расширенные характеристики, что, собственно, происходит с перитониальным транспортом, с ультрафильтрацией, детально все данные мы можем отсюда получить. То есть, таким образом, больной должен иметь минимум 2 таких теста, первый из которых должен был сделан где-нибудь в начале лечения перитониальным диализом, и второй, минимум 2 их должно быть, и второй где-нибудь ближе к концу лечения больного ПИДИ, то есть перед тем, как больной был переведен на гемодиализ, или больной умер, или что послужило причиной прекращения лечения. Таким образом, мы нашли 66 больных, которые подходили под эти критерии включения, и только после этого мы посмотрели, что, собственно, происходит с лечением этих больных ингибиторами АПФ или и блокаторами ангиотензина-2. И получилось так, что 50% этих больных, собственно, получали эти препараты на каком-либо этапе или в течение всего лечения перитониальным диализом, и 50% больных никогда не получали эти препараты в течение их лечения перитониальным диализом. То есть можно спекулировать, что вот получилось такое, можно сказать, можно было симулировать условия рандомизированного исследования таким образом. Это исходные характеристики этих больных, и вы видите, в красном выделено только две разницы, которые были статистически существенны между этими больными. Почему-то в группе, леченной этими препаратами, было намного меньше больных с гламиролонефритом, как причиной почечной недостаточности. Непонятно, я думаю, что скорее это просто так совпало, такой феномен. Другое, что в общем-то понятно, в этой больные, леченные этими препаратами, в среднем должны были использовать в два раза больше антигипертензивных препаратов для того, чтобы скоррегировать гипертензию, чем больные в контрольной группе. В общем-то, можно понять, почему такая разница. Но, тем не менее, я хочу еще раз сказать, что другой разницы между этими группами мы не нашли. И это основной, самый важный результат, который мы получили. Это МТС, то есть это показатели диффузии креатинина через перитониальную мембрану в течение периода, который мы наблюдали этих больных. И период мы взяли, максимальный период это 4 года, который мы наблюдали, не наблюдали, который мы смотрели ретроспективно на этих больных. И красная линия – это больные, которые лечились ингибиторами ЭТФ или блокаторами антигипетензина-2. И черная линия – это больные контрольные группы, то есть не леченные. И посмотрите, изначально высокие показатели, более высокие, существенно высокие, выше показатели транспорта в ACE группе оставались, собственно, на уровне. Можно сказать, что они даже снизились со временем. В то время как в контрольной группе показатели оставались на протяжении трех лет неизменяемые, и в конце периода транспорт существенно повысился. То есть перитониальный транспорт в контрольной группе вел себя, собственно, так, как и ожидается у большинства больных на перитониальном диализе. Для того, чтобы, так как это было пилотное исследование на очень небольшой группе больных, всего лишь 66 больных, для того, чтобы доказать или опровергнуть такие результаты, нужно было, естественно, повторять исследование на большей группе больных. Для этого мы использовали базу данных большого нидерландского исследования, которое вы наверняка слышали под аббревиатурой НЕКОСАТ. Это нидерландское кооперативное исследование по адекватности диализа. Оно в себя включает более 800 новых пациентов и инцидент новых, то есть те больные, которые впервые начали лечиться заместительной терапией почек и начали лечиться с перитониального диализа. И это больные с 38 диализных центров со всей Голландии. Это исследование проводилось на взрослых пациентах, то есть больной, чтобы быть включен в базу данных, больному должно быть более 18 лет. И больные наблюдаются с момента включения, то есть с момента начала заместительной терапии и наблюдаются до момента, как они уходят из этого исследования. То есть либо провелась трансплантация почки, либо больной умер, либо больной выпадает из исследования вследствие перевода, например, в другой центр, который не участвует в данном исследовании. И единственные данные, которые мы могли исследовать для исследовать характеристику перитониального транспорта у этих больных, были показатели соотношения креатинина между диализом и плазмой крови за 24 часа в сутки. То есть это даже были не показатели PET-теста, который делается за 4 часа, а показатели в сутки. То есть понятно, что достоверность этого желает... можно желать лучшего, но тем не менее, это тоже было реально использовать такой транспортный показатель. По нашим критериям включения, это были те же критерии, то есть больной должен был быть на перитониальном диализе минимум в течение двух лет и должен был использовать стандартный CAPD-режим, всем вам известный, 4 обмена, 4-5 обменов в сутки, от 8 до 10 литров в сутки, и тоже максимум обсерваций было лимитировано нами до 4 лет. Таким образом мы нашли 217 пациентов из практически 800. Почему нам пришлось столько потерять? Дело в том, что для того, чтобы мы были в состоянии сравнивать больных, больных нужно было как-то под одну гребенку подмерить. Проблема в том, что очень многие больные в Никосаде начинали лечение перитониальным диализом с двух обменов в сутки, с трех обменов в сутки, то есть это те больные, у которых была еще достаточно резидуальная функция, но тем не менее они требовали начала диализа. Или больные начинали сразу с автоматизированного перитониального диализа. В данном случае мы должны были исключать этих больных, чтобы не было путаниц, потому что сравнивать больных по транспортным показателям, больных, которые лечатся ПАПД, СЕПД, и автоматизированным диализом невозможно. Та же таблица, разница между изначальными показателями этих больных, в этот раз статистически достоверная была разница между больными этих групп в возрасте, то есть та группа, которая была лечена ингибиторами АПФ или блокаторами ангиотензина-2, была моложе на 5 лет в среднем. Дальше разница была в том, что эта группа была гораздо более скомпрометирована в плане кардиоваскулярной коморбидности, что, собственно, и понятно, и логично. То же самое происходит с показателями артериального давления, в частности диастолического и среднего артериального давления, вначале, то есть это все базовое показательство, вначале лечения перитониальным диализом. То есть больные, леченные препаратами, требовали, у них было изначально выше артериальное давление. То же касается, точно так же им требовалось больше препаратов для того, чтобы скоррегировать гипертензию. И слайд показателей транспорта, перитониального транспорта. Это же показатель. Диевопи креатив за 24 часа. Вы видите, верхняя линия показателей контрольной группы. И нижняя линия показателей группы, леченной ингибиторами АПФ или блокаторами ангиотензина-2. То есть своего рода подтверждающая наши инициальные исследования на гораздо меньшей группы больных. Мы попытались разделить, посмотреть, если разделить группу больных, которые лечились этими препаратами, если разделить их на тех, кто лечились в течение практически всего периода на перитониальном диализе, и те, которые лечились, скажем, от 25 до 75% времени на ПИДИ. Будет ли какая-то разница? Понятно, что если такая группа будет разделена, то статистически так называемая power теряется здесь. То есть, естественно, мы не получили статистический достоверность, но тем не менее график довольно, на мой взгляд, довольно красивый. То есть та группа, которая лечилась меньше по длительности времени ингибиторами АПФ, вела себя в плане транспорта ближе к контрольной группе. И те больные, которые лечились наидольше всего этими препаратами, получалось, что их показатели транспорта были ниже. Также нам было интересно, так как группа была больше, мы могли провести эпидемиологические исследования с этими больными, нам было интересно, что же происходит, есть ли какое-то влияние лечения этими препаратами на выживаемость больных и на выживаемость методики. Скажу сразу, мы не нашли никакой разницы между общей выживаемостью больных, то есть не было никакой разницы между контрольной группой и леченой группой. Это кривые Каплан-Майера для трех групп по выживаемости методики перитениального диализа. Верхняя линия – это больные, которые лечились ингибиторами АПФ дольше всего. Средняя линия – это те, которые лечились от 25 до 75%, и нижняя линия – это контрольная группа. То есть даже если посмотреть на результат регрессии Кокса, даже если риск, потому что очень широкий confidence interval, мы не получили статистически достоверную разницу, тем не менее эффект есть. Можно спекулировать, что может быть, если бы имелась возможность посмотреть на большую группу больных, возможно, такой эффект был найден. Но это, как всегда, спекулятивный вопрос. Почему спекулятивный? Мы провели исследование по тем же больным перитениального диализа, которые входили, данных, которые входили в дозу банных Никасада. Что же, собственно, происходит, как себя ведет выживаемость методики перитениального диализа. И мы смотрели, есть ли какая-то разница в причинах, почему больные перестают лечиться перитениальным диализом, в разные периоды времени. Мы выделили 4 периода. Первые 3 месяца от начала лечения, дальше от 3 месяцев до года, в течение 2 года и в течение 3 года. И очень хорошо видно, что розовенький квадратик, маленький розовенький квадратик здесь, или коралловый квадратик, отвечает за недодиализ, так называемый, или чтобы больной прекратил лечение перитениальным диализом вследствие несостоятельности перитениального диализа как такового. То есть сюда явно входили и в первую очередь падение ультрафильтрации, невозможности достичь лабораторных показателей и так далее, и тому подобное. И вы видите, что вне зависимости, конечно, со временем, то есть после первого года, эта частота возрастает, но в целом, в структуре причин, почему больные перестают лечиться перитениальным диализом, эта капля в море не достигала даже и 5%. Это причина. Хотя это исследование, скажем так, исследование регистра, то есть тут тоже можно поспорить о том, насколько четко были зафиксированы такие случаи и тому подобное, что совершенно возможно, что количество случаев недодиализа сильно, на самом деле оно выше, потому что, если вдуматься, что получается, например, если у больного, у которого начинаются проблемы с ультрафильтрацией, если такой больной получает наверх еще и перитонит, то, например, если такой больной переводится на гемодиализ, то чаще всего причина, почему он был переводен, будет показана, что это инфекция, что это перитонит. Таким образом, на самом деле реальная картина ультрафильтрационной недостаточности или проблемы недодиализа может быть закамуфлирована также в других причинах. Какие еще возможные позитивные эффекты от лечения ингибиторами АПФ или блокаторами ангиотензина 2? Мы провели исследование, если все-таки продолжат разговор о том, что эти препараты могут уменьшить фиброз или спасти мембрану от фиброза несколько лет, а может таким же образом они могут спасти, быть превентивным методом для того, чтобы предотвратить развитие ингапсулированного перитониального склероза. Что мы сделали? Мы выбрали всех больных, которые в нашем центре за годы, не только в нашем центре, также в других центрах Голландии за многие годы получили диагноз ИПС и выбрали 24 контрольных пациента, которые пролечились такое же точно время на перитониальном диализе, как больные с ИПС, ну и соответственно ИПС не получили в конце. То есть статистически это называется эти больные были matched, то есть на каждого больного с ИПС приходился один больной без склероза с точно такой же длительностью лечения перитониальным диализом. Таким образом, в среднем длительность перитониального диализа в этих группах была 78 месяцев. Что получилось? Получилось, что те больные, которые впоследствии заработали перитониальный склероз, были намного моложе, то есть в среднем это был возраст 30 лет по сравнению с контрольной группой, где возраст был 45 лет. У них было больше в течение такого длительного периода у них было больше абдоминальных вмешательств, в частности абдоминальных хирургических вмешательств, в которых была задействована брюшина, и они были чаще, больше, чем один раз им пересаживалась почка. Это были существенные разницы между этими группами. Но тем не менее, сказав все это, мы не нашли абсолютно никакой разницы в лечении ингибиторами АПФ этих больных. То есть и та группа, и та группа применяла эти препараты примерно одинаково. То есть в таком ретроспективном анализе мы не нашли никакой ассоциации, что да, если больной лечился ингибиторами АПФ, то возможно он мог спастись от перитониального склероза, если он так долго лечился. Следующий вопрос, являются ли эти препараты могут ли они спасти резидуальную функцию у больных, потому что есть доказательства на сегодняшний день у больных, что ингибиторы АПФ могут предотвратить потерю резидуальной функции у больных на додиализном этапе, но на сегодняшний день ничего невозможно сказать по поводу больных на диализе и на перитониальном диализе в частности. Для этого анализа мы выбрали всех больных на перитониальном диализе, которые имели резидуальную функцию еще в момент начала лечения у нас получилось 200 больных против 251 контрольного, то есть 200 больных получали ингибиторы АПФ и в начале лечения и 251 больной не получал лечения. И другой подход к этому анализу, мы выбрали очень специфическую группу пациентов, то есть мы выбрали наилучших больных из этой группы, которые теоретически могли бы быть рандомизированы, если бы мы захотели проводить рандомизированные исследования. То есть, грубо говоря, группа больных, у которых не было строгих показаний к применению ингибиторов АПФ. То есть, это больные без кардиоваскулярной патологии, со скоррегированным артериальным давлением, другими препаратами и так далее и тому подобное. И таким образом мы нашли 130 больных, 37 против 97 и посмотрели, что происходило с их почечной функцией в течение одного года. И вот результаты наших исследований. Это исследование, когда мы смотрели на всех больных и выбранная группа наилучших больных, то есть, у кого теоретически резидуальная функция должна была сохраняться долго и счастливо. И, как видите, нет абсолютно никакой разницы между этими группами, вне зависимости от того, какой дизайн собственно применялся. То есть, мы были не в состоянии показать позитивный или негативный эффект лечения ингибиторами АПФ у таких больных. Так, в чем же собственно проблема таких исследований, как мы показали? В таких обсервационных исследованиях выходит, что существует некая разница между больными, которые получали ингибиторы АПФ или блокаторы ангиотензина-2 и не получают. Разница есть. По какой-то причине одни больные получают эти препараты, другие не получают. Но какова эта причина? Из исследований очень сложно понять, почему одни больные получают эти препараты, почему другие не получают. Особенно те больные, которые уже начали лечиться перитониальным диализом. На сегодняшний день не существует никакого доказательства, что больные леченные перитониальным диализом или гемодиализом должны получать эти препараты. И, видимо, это и выливается в то, что мы получаем в литературе и в нашем исследовании, что максимально 50, только 50% больных получают эти препараты. То есть, получается, что в одном случае нефрологи считают, если мы имеем доказательства, что эти препараты действуют прекрасно на додиализном этапе, повышая выживаемость ТД и ТП, значит, логично, это будет продолжаться и после начала диализа. И 50% нефрологов-скептиков. А откуда мы знаем этого, не знаем. В литературе данных нет. Мы не будем назначать эти препараты. Понятия нет. То есть, спорить с этим сложно. И вот в этом и выражается, что только 50 больных лечатся. Почему? Они разные, да. Но сказать четко, почему одни больные лечатся, другие нет, очень сложно. Да, больше больных, больше диабетиков получает ингибитор-иапевт, но точно так же мы видим диабетиков и в контрольной группе. Больные с сердечной недостаточностью получают эти препараты. Точно так мы видим таких же больных и в контрольной группе. Поэтому очень сложно сказать что-то ясное. да, разница есть, но в чем она, почему, вопрос остается открытый. то есть все-таки как бы то ни было большинство в основном эти препараты продолжают даже больным леченным диализом продолжают быть прописаны для того, чтобы скоррегировать гипертензию и скоррегировать, скомпенсировать сердечную недостаточность. И таким образом получается, что в обсервационных исследованиях никогда не удастся избежать эпидемиологический термин confounding by indication. То есть результаты всегда будут смещены за счет того, что за счет разницы в больных. Почему-то то есть разница в больных предопределяет результаты. И можно об этом долго спорить, но никогда не удастся избежать всегда вопроса из-за кавыка. Может, разница в результатах, которые были получены именно в том, что все-таки группы несовершенно равны. И также невозможно полностью исследовать вопросы эффектов таких препаратов на выживаемость и на эффект на остаточную функцию в таких вот обсервационных исследованиях. Таким образом, мы заключили из всего нашего проекта, что скорее всего эти препараты позитивно влияют и в состоянии на определенное время протектировать свойства перитониальной мембраны у больных, длительно леченных перитониальным диализом. Остальные эти эффекты и остальные их эффекты у больных на перитониальном диализе должны быть подтверждены рандомизированные контролированные исследованиями. Спасибо вам за внимание.